Так, всем привет! У меня тут лампа! Но это не простая лампа, это лампа-реактор. Она может излучать электричество при помощи вот этих вот элементов, которых тут аж раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вообще тут шесть элементов в каждой секции. Потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять секций. По шесть элементов еще наверху, и в сумме это большая энергетическая такая вот лампа, которая аккумулирует очень много электричества, и все это по сети, вот через вот этот вот цоколь, объединено в моей базе, в сеть, в общую сеть, и из этой сети электроэнергия поступает в разные точки. Вот, допустим, моя лампа может питать вот эту вот музыкальную ферму. Нужно послушать какую-нибудь мелодию. Так, где мелодия? Наверное, ферма выключена. И лампа упала. А, точно! Лампа же упала. Эта лампа упала, надо ее поставить обратно в цоколь. Так, вот, установили. Сейчас энергия будет. Все будет хорошо. Так, ну что, выберем кнопку, с которой начать. Какой же цвет лучше нажать? Красный, оранжевый, желтый или синий? Надо подумать. Сейчас я выкину кубик Рубик, который мне покажет, как, с какого цвета нужно начать. Вот он, кубик Рубик, выпал. И так, какие цвета здесь есть? А тут есть полный собранный желтый цвет. Поэтому мы начнем с желтого цвета. Ну что, давайте сыграем. Что за мелодия здесь? Отлично! В этой игрушке есть запись, функция записи и запоминание сыгранной мелодии. Поэтому мы сейчас эту же мелодию прослушаем в исполнении многих-многих курочек, хрюшек, этих-каких-там барашеков и даже фермера. Привет, фермер! Привет! Фермер, фермер, сейчас мы сыграем мелодию вместе с твоим голосом. Так, это не та мелодия. Так, какую же мелодию записал? Давайте угадаем. Это тоже не та. И это не та. И это не та. Вот она! Так, ну что, фермер, ты готов? Так, а если включить барашека? Класс! Это супер синтезатор, который может генерировать речь разных животных. Класс! Ну, вот такой синтезатор может работать от моей суперэлектростанции. Но и это еще не все. Сейчас мы пойдем и попробуем еще что-нибудь подключить. Вот она моя электростанция. Она собирает электросолнечные лучи, точнее, солнечные лучи переделывает в электроэнергию. Я еще могу зарядить вот такой вот супер мобильный телефон. Это мобильный телефон детский. Детский мобильный телефон, который тоже может заряжаться. Если нажимать на такие штуки, он даже пищит, как детская пепелюшка. Ну, пока мой телефон заряжается, пойдем посмотрим, что еще я тут соорудил. А я соорудил вот такого вот жирафа. Этот жираф как детская площадка. Для котят-параханбригера будет в самый раз. Конечно же, на моей детской площадке есть еще и настоящий жираф. И вот он, вот он пришел посмотреть на свою копию. Привет, жирафчик! Привет! Да, видишь, я сделал детскую площадку. Здесь могут быть котята. Котята скоро придут и поиграют. Ух ты, круто! Я смотрю, тут площадка неплохая. Конечно же, неплохая площадка. Это все для моих котят. Да, Мэр Хаундингер, ваши котята действительно могут прийти поиграть. Именно для них, для самых маленьких, мы это все и делали. Мяу-мяу-мяу, смотрите, я оставила след своей лапки на дороге. Мяу-мяу-мяу. Я тоже, мяу. Да, классная площадка, а у нас такой площадки не было. А здесь вот самая лучшая площадка на свете. Ну что, не надо говорить, пойдем играть. Пойдем, пойдем. Мяу-мяу, можно поиграть, попрыгать. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Котята, котята, сильно тут не дебоширьте. Я смотрю, тут какой-то кубик завалялся. Это от какой-то игры. Я смотрю, тут часть какого-то вот... А, это чебурашка и гена. Это непонятно от чего. Вот, зайцы, ну погоди. А, это я знаю, ну погоди. А это просто квашина, пастальон печкин. Гляньте, здорово. Ну, а чтобы вам было интереснее, котят, у меня есть вот такой сквиш-сквош. Вот такой вот арбуз. Вот, играйте пока на нем. Мяу-мяу-мяу, смотрите. Это как настоящий мягкий бассейн. Аккуратнее, котята, вы меня чуть не перевернули. Дайте я немного попрыгаю на нем. Ай, так как хорошо. Мэр Хамдингер, имейте совесть, это детский сквиш. Пожалуйста, не мешайте детям играть. Вот. А жираф, в принципе, может идти в свой зоопарк. О, привет, Крепыш. Привет, Крепыш. А что ты нам интересного привез? Ой, вы знаете, я привез настоящую драгоценность. Старинную брошь с бриллиантами. А ну-ка, посмотрите, вон она в багажнике у меня прикреплена. Вот, мяу-мяу, мы увидели. Здорово, какая красивая. Там драгоценность, там драгоценность, церная брошь. Какая драгоценность? Этот попугай что-то говорит про какие-то драгоценности. Я уже успел уйти от Райдера. Это что, у Райдера драгоценность? То есть, по близости больше нет никаких других живых существ, кроме Райдера и его базы. Надо вернуться направо и узнать, что там за драгоценность. Мяу-мяу, интересно, а эти камушки пахнут? Вы что, котята, глупенькие? Камни драгоценные вовсе не пахнут. Они сияют. Да, камни имеют свойство сиять, они имеют свойство ограняться, они очень крепкие. И вообще, это действительно натуральные камни. Это не какие-нибудь сваровские. Хотя сваровские имеют тоже огромную ценность для некоторых лиц. Да, они тоже красиво сверкают. Я очень разбираюсь в драгоценных камнях. Пожалуйста, Райдер, посторонись. Эй, Мэр Хамдингер, осторожней. Вот, значит, это да. Это никакие не сваровские. Это бриллианты. Это первоклассные бриллианты. Они отбивают под разными углами. Так, я еще так поверну, так поверну, вот так поверну. Да, это первокласснейшие бриллианты. Это стоит очень много денег. И вообще, у меня есть идея. Я сейчас эту штуку возьму и отведу на оценку. Все, так, давайте. Стоп, стоп, Мэр Хамдингер, эти бриллианты. Я их несу на оценку, на оценку. Мэр Хамдингер, осторожней, это ценный экспонат. Что ты хотел, Крепыш? Вообще, что ты разбираешься в этом? Уходи. Я не разрешаю вам брать эту брошь. Верните мне ее назад. Какую брошь? О чем ты говоришь? Я ничего не знаю. Мэр Хамдингер, у вас сзади брошь. И это ее видно. Вот она, эта брошь. И вообще, как вы имели право ее взять? Ее привез Крепыш, и он ее повезет на экспертную оценку. И ее оценят. Но я даже вижу без оценки, что это очень дорогая вещь. Поэтому, мэр Хамдингер, вам не стоит здесь находиться и продвигать ваше шулерское поведение. И никакое у меня не шулерское поведение. Я вообще привез котят на эту, как ее там, площадку. Я пошел котятам. Все, с вами связаться не буду. Я просто хотел помочь с экспертной оценкой котятушки. Давайте еще попрыгаем на вот этом вот сквошике. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Котята пусть играют на своей площадке. Мэр Хамдингер пусть идет в свою долину холодных низин и не сует нос в наши дела. А для веселости мы включим еще какую-нибудь мелодию, которая поддержит наше настроение. Слава богу, что моя электростанция работает и обеспечает целый город электроэнергии. И мы можем включить лошадку или лучше петушка или собачку. Вот. Райдер, я хочу, чтобы убили котята. Ну, хорошо. Вот. И вы можете попрыгать на вашем сквоши. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Котята, у меня уже голова болит от этого, от этой музыки. Надо идти домой в холодную лизину, пошлите. Надо быть послушными, котята. Все, а то в следующий раз не накормлю сладостями. Ох и буйная эта команда с котятами и мэром Халдингером Надо будет в следующий раз продумать Службу безопасности Взять несколько щенков Чтобы мне было легче справляться с этими разбышаками О, Райдер, привет! А где котята? Рокки, только на полпути Чтобы приехать сюда На площадку и угостить котят Вкусными фруктами с фермы Фруктами с фермы? А я отправил уже котят и мэра Халдингера В долину холодных низин Они такое устроили Котята тут прыгали, верезвились А мэр Халдингер хотел Своими ушлыми методами забрать нашу брошь Которую привез Крепыш Да, за мэром Халдингером Только глаз да глаз Ну а то, что котята изорные Это мы уж знаем точно Вот незадача Рокки уже почти подъехала Котята уехали Как же это все организовать? О, Рокки, ты уже тут? Да, я уже здесь Я вам тут привез лакомство с фермы Класс Ой, Рокки, а я думала у тебя будут фрукты А здесь я вижу капусту, морковку Ну и конечно же клубничку Да, клубничка для тебя Скай, ты же девочка Ты любишь всякие вкусняшки Ну а мы с Райдером покушаем овощи Они тоже очень полезны Капуста и морковка Я очень люблю суп капустник А морковка отлично подойдет для зажарки Еще бы лучка А котят уже в следующий раз Поедят что-нибудь поинтересней По типу рыбки Я думаю, их мэр Халдингер не обидит О да, посмотрим на это Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова